Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Герой Дисней и Боевой Режим. Играем мы сегодня снова составами от подписчиков, также будем прокачивать герои согласно ваших отзывов и комментариев. Что ж, начнем. И первым написала и оставила свой состав подписчица с ником Сая Мирбаева. Мой состав Дэвид Джонс, Кермет, Гнев, Рафити, Симба и Нава. Что ж, довольно-таки слабоватый состав, друзья, поэтому давайте-ка я отправлюсь в элитный режим, в восьмую главу и попробуем заработать фишки Стича. Надеюсь, этого отряда хватит сил. Итак, высаживаю предыдущий отряд и попробуем собрать состав от подписчицы. Итак, мне нужна довольно-таки интересная команда. Сейчас я попробую найти эти герои и надеюсь, у нас все здорово получится. Итак, вот Симба и Нала, вот Гнев, отлично. Вот Рафити, вот часть героев уже собрана и нам осталось только найти Кермита и еще Дэвид Джонса. Итак, здесь теоретически должен быть Кермет. Очень большое количество героев, поэтому не всегда просто их находить. Тем не менее, команду мы собрали довольно-таки быстро и здорово. И обратите внимание, сила нашей команды 38 650 единиц. Вот не уверен, хватит ли нам этого, чтобы победить, но все возможное я попробую сделать. Итак, теневые монстры атакуют. Вот нам предлагают атаковать очередного врага и я активировал атаку на вот на лисенка. Отлично. Итак, Рафике удалось подлечить наших героев. Пытаемся выбить остатки вражеского отряда и Симба и Нала выбивает Ника Уалда. Отлично. Вот, лисенок выбит. Переходим к следующей волне. Враг достаточно силен. И давайте-ка я атакую вот сейчас вот очередного противника. Отлично. Удалось активировать супер атаку Симбиналы. Вот. И, в принципе, со второй волной мы справились тоже очень неплохо. Итак, я вижу Гнев как раз накопил энергии. Удает... Ага, предлагает опять же нам активировать. Ну, давайте-ка вот напасть на Венилопу. Симбиналу отправлен бой. Рафике путь подлечивает. А вот что Кермит? А Кермит даже не успел использовать свои суперспособности. Как мы без проблем выбиваем, уничтожаем всех врагов и это приносит нам победу. Ну, что ж. Начало очень неплохое. Вот. Удалось нам победить. И я беру следующую команду от наших подписчиков. Вот. А следующим написал и оставил свой состав подписчик с Ника Илеон Эдгар. Мой состав Гнев, Радость, Тиширский Кот, Ангел Пликли, Прокачай Хира. Давайте-ка, друзья, сделаем так. Я возьму состав от подписчика, а потом вот прокачаем Хира. Итак, в прошлой части, в прошлый раз, вот удалось нам неплохо сыграть, победить. Давайте-ка попробуем усложнить. Я попробую опять же пойти в элитный режим, но будем сражаться в девятой главе и попробуем заработать вот фишки. Ну, давайте-ка попробуем заработать фишки Гуфи. Вот. Надеюсь, это будет тоже интересно и здорово. Итак, Гнев я оставляю. Он присутствует в составе подписчика. Вот. Илеон Эдгара. Вот. Ищем Радость, Тиширского Кота, Ангела и Пликли. Ага, ну что ж, неплохо. Вот, кстати, Радость здесь где-то у нас в начале должна быть. Отлично. Мне нужен Тиширский Кот. Он, насколько я помню, в начале должен быть. Да, вот удалось мне найти Ангела и осталось только найти вот Пликли и Чиширского Кота. Вот. Не помню, где находится Пликли. Сейчас буду... Ага, вот. Да, друзья, Пликли найден и осталось нам перейти в самый конец. Вот в прошлой части я неплохо прокачал Чиширского Кота, но все равно он находится где-то вот в конце. Итак, что-то я его не вижу. Ага, вот он. Ну что ж, сила нашей команды 54032 единицы. И я думаю, этого теоретически должно хватить, чтобы победить этих теневых монстров. Ого. Итак, теневой... Вот. Куча и теневые нежуки, и теневые ниндзи, и теневой ковбой из мультика игрушки. Но пока все идет неплохо. Да, вот Чиширский Кот активирует невидимость, атакует врага, и мы сметаем первую волну. Отлично. Переходим к следующей волне. Вот появилась вражеская гневопа. Сразу же активирую вот атаку вот гнева. Ангел идет в атаку. Радость усиливает наших героев, и Пликли наносит довольно-таки серьезный урон. Отлично. Очередная волна уничтожена, и мы переходим к третьей. О, здесь уже довольно-таки проблемно. Здесь есть теневой мистер исключительный. Мне удалось активировать атаку вот Чиширского Кота. Продолжаем атаковать теневого мистера исключительного. Герой и пока выживает, но враг силен. Есть, есть, удалось. Удалось запинать противника. Ну что ж, это радует. Это радует. Ну а сейчас давайте-ка займемся прокачке героев. И вот как я говорил, Илеон Эдгар попросил, чтобы я прокачал Хира. Хира Хамода. Вот. Очень крутой персонаж. Очень его люблю. Ну и, конечно же, в тандеме с Бэймаксом это идеальная пара. Итак, вот он наш Хира Хамода. Сейчас он находится на 101 уровне. Давайте-ка я его подниму. Вот. Ну, в принципе, вот так. Давайте-ка я его подниму до 103 уровня. И еще удастся его прокачать по цветам. Перейти его на новый свет. И Хира Хамода становится у нас фиолетовым плюс 4. Ну что ж, замечательно. Отлично. Итак, удалось усилить героя. Вот интересно будет его потестить уже с улучшениями. Ну, пока все довольно-таки замечательно. Отлично. Вот. Удалось навешать очередной значок. Замечательно. Ну что ж, друзья, идем в следующую битву. И следующая команда у нас от подписчиков Юлия Иваненко. Мой состав стич, ангел, баз, баз Майк и Чешишевский Скотт. Друзья, я так понимаю, баз Лайтер, Майк Вазовский и Чешишевский Скотт. Немножко вот подписчица как бы укоротила, но я так понимаю, что я правильно ее понял. И да, относительно команды сильная она или не сильная. Ну, в принципе, друзья, неплохая. Неплохая, но скорее всего, вот в нормальном режиме мы не сможем пойти дальше. Элитный режим тоже навряд ли пройдем максимальную мою 15-ю главу. Но вот 10-ю, я думаю, мы должны с вами пройти. И да, давайте-ка я буду пробовать сразиться за фишки Джек-Джека. Причем здесь 2-х звездочные. Надеюсь, удастся сыграть на 3 звезды. Итак, Чеширского Кота я оставляю, Ангела оставляю, Стича добавляем. И мне осталось только добавить это вот Баз Лайтера и Майка Вазовская. Ну, по крайней мере, друзья, Майк и Баз другой ассоциации у меня нет. Итак, Баз Лайтер и Майк Вазовский. Других и других вариантов как бы у меня нет. Вот Майка Вазовского я нашел. А сейчас давайте-ка ищем Баз Лайтера. Баз Лайтер, Баз Лайтер где-то здесь есть. Вот. Итак, сила нашего отряда 63 698 единиц. Ну, я думаю, теоретически этого должно хватить. Но сейчас посмотрим. Итак, у врагов появился Теневой Рыцарь, вот Теневой Маг, Теневая Ван Бенулопа обстреливает наш отряд. Ну, наши герои довольно-таки легко забросали, запинали врагов. Отлично. Переходим к следующей волне. Как раз накопил энергии Стич, обстреливает опять же Теневых Монстров. Вот удалось активировать атаку вот нашего Чеширского Кота и очередная волна Сметина. Вот, переходим к следующей волне и здесь целая куча врагов. Баз Лайтер сразу же поджаривает их лазерным лучом. Вот Майк Вазовский усиливает нашу команду. Стич обстреливает. Теширский Кот вот танцует. Опять же, забрасывает врагов своими головой. И вот мы добиваем последнего врага, Буйволсона, и это приносит нам победу. Вот, ну что ж, неплохо. Неплохо, хорошая победа, хороший бой. И опять же, мы идем все выше и все дальше. Итак, друзья, выбираю следующую команду от наших подписчиков. А следующий написала подписчица с ником Лина Потомская. Прокачай Кристофа и Свена, Боппи Мега. Мегер, я так понимаю. Да, друзья, вот давайте-ка я займусь прокачкой героя, а потом возьмем состав от Лины Потомской. Мне кажется, так тоже будет здорово и интересно. Итак, отправляемся вперед. Мне нужен Кристоф и Свен. Правда, на картинке у нас изображен только Кристоф, но я думаю, это не критично. Сейчас мы его найдем и попробуем прокачать. Вот он. Вот он, вот он, Кристоф и Свен. Сейчас находится на 83-м уровне. Давайте-ка я его хотя бы подниму на 10 уровней. Вот, 93-й уровень, это здорово. Думаю, пока достаточно. Хотя, давайте-ка еще немножко подниму до 96-го. Вот, есть возможность прокачать его по значкам. Вот, и поднять на новый свет. Итак, Кристоф и Свен у нас становятся фиолетовым плюс 2. Ну что ж, замечательно. Жаль, не хватило на фиолетовый плюс 3, но так я тоже думаю очень даже неплохо. Вот, отлично. Итак, героя удалось неплохо усилить, прокачать. И давайте-ка вернемся назад. Кто у нас дальше? Это Бипап. Вот, сейчас я посмотрю, что мы можем прокачать у этой девушки. Сейчас она на 85-м уровне, и я сразу же ее подниму на 10 уровней до 95-го. Кроме того, есть также возможность усилить героя и прокачать по значкам. И Бипап у нас становится фиолетовый плюс 1. Ну что ж, тоже как бы неплохо. Вот, есть возможность опять же навешать целую кучу значков, усилить тем самым нашего персонажа. Вот, просто-просто чудесно. Итак, герой усилен, и мы идем с вами дальше. Вот, возвращаемся назад. Итак, по-моему, друзья, осталась только Мегера. Вот, кстати, она тоже у нас 85-го уровня. Давайте-ка я сразу же тоже ее подниму на 10 уровней до 95-го. И еще попробуем прокачать по цветности. Вот, навешан очередной значок. Вот, поднимаем ее до фиолетового плюс 1. Опять же, есть возможность навешать целую кучу всевозможных значков. Ну что ж, друзья, вот Мег мы прокачали тоже очень неплохо. Кстати, я не посмотрел, что там по навыкам у разных героев. Правда, вот мало единиц дали для прокачки, но Мег я могу прокачать третью способность. Вот, давайте-ка попробуем ее докачать до десятки. И остальное я брошу уже вот на четвертую способность. Ну вот, удалось ее прокачать до пятого уровня. Кстати, друзья, да, вот есть возможность активировать дружбу Мегеры с Шинек. Вот, возможно, будет диалог. Итак, Мег, как ты развлекаешься? Ну, когда не проводишь время скачком байфрендом? Забавно, я так долго работал на Идой, что уже не уверен, что знаю. В таком случае мы над этим поработаем. Жить не весело, если не веселишься. Шинек, что-то мне подсказывает, что мы с тобой отлично подружимся. Вот, кроме того, активирую дружбу Мег и Алладина. Это ты отлично справился с деформатами. Видно, что ты умеешь их рубить и кромсать. О, спасибо. Кстати, меня зовут Алладин, а не мальчик Фески. А ты кто? Мегерана, друзья, зовут меня Мэг. Что ж, приятно познакомиться Мэг. Ну что ж, супер, друзья. Итак, удалось нам это все проделать, прокачать героев. Да, вот, кстати, там была, по-моему, еще дружба. Можно было активировать дружбу с первым героем, который мы прокачивали. Хотя я не уверен. Вот, кого, кстати, мы первым прокачивали. Что-то я вот запамятил. Итак, Кристоф и Свен. По-моему, друзья, была возможность прокачать и усилить Кристофа и Свена. Но пока что-то я их не вижу. Вот где-то он в новое место переместился. Вот неожиданно вверх. Вот непонятно, в какую дистанцию. Но, в принципе, друзья, это не критично. Давайте, наверное, перейдем к сражению с Линой Потомской. Так будет, наверное, все-таки лучше. Итак, команда, в принципе, неплохая. Вот, я думаю, в какой бы режим ее взять. Да, кстати, давайте-ка я посмотрю, кого написала Лина Потомская. Итак, состав. Кристоф и Свен. Двопит. Меги. Чеширский кот. И мини-маус. Да, команда слабоватая, друзья. Вот, нормальный режим мы не потянем. Сейчас на 16-й, на 17-й уже, по-моему, даже главе. Очень серьезные, сильные враги. Очень трудно проходить. Вот, ну, а длитную главу, 10-ю, даже 11-ю миссию давайте-ка попробуем сыграть. Вот, кстати, давайте-ка я буду искать вот миссии, где не 3 звезды, а меньше, чтобы можно было вот собирать вот героев, составы вот просто вот таким вот методом. И так, и так, да, вот, попробуем заработать 3 звездочки, сразившись за фишки Рекса. Итак, мне нужен Кристоф и Свен. Вот, высаживаю предыдущий острят. Вот, непонятно, куда он переместился, но сейчас, надеюсь, мы его найдем. Итак, Кристоф и Свен, Кристоф и Свен, где ты можешь быть? Куда тебя забросило? Итак, пока что-то я не вижу, но надеюсь, что сейчас мы его найдем. Итак, где же этот герой? Куда он попал? Не вижу, друзья. Вот, удалось найти Мэг. Ага, вот, Кристоф. Вот, Мэг оказалась выше. Есть Бипоп, и нам осталось только найти Чеширского Кота и кто там еще? И Мини Маус. Отлично. Итак, ищем Чеширского Кота и Мини Маус. Есть. Ну что ж, друзья, итак, команда, сила нашей команды 33 948 единиц. И мне кажется, друзья, мы проиграем. Что-то я вот взял выше, чем я рассчитывал. Что-то мне показалось, что я прокачал героев, и сила наша очень круто поднялась. Нет, все довольно-таки печально. Ну, давайте-ка рискнем. Итак, давайте-ка я свяжу связь с Чеширским Котом. Правда, я не понял, чья связь. То ли Мэг, то ли Чеширского Кота. Ну, пока как-то так. Так, и неожиданно для меня команда оказалась довольно-таки приличной. Вот удалось уничтожить первую волну. Вот переходим к следующей. Что здесь у нас? Да, друзья, почему я решил сыграть на 3 звездочки? Вот если 3-звездочная команда, есть возможность сразу же вот собирать ДНК вот быстрыми миссиями. Итак, Чеширский Кот с Бибом, шутя, смели, вот, врагов во второй волне, и мы переходим к третьей. Вот, итак, не знаю почему, но оказалось очень легко побеждать. Вот, правда, не знаю, что с третьей волны. Итак, Теневой Мистер Исключительный, Теневой Булансон, сразу же активируя атаку Бибом, Чеширского Кота, Мини Маус и Мег. Да, вот Кристофий Свен, вот, опять же, усиливает наш отряд, посылает в атаку. Вот, Теневой Мистер Исключительный атакует, но Бибоп и другие наши герои добивают врага, и это приносит нам победу. Просто-просто здорово. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, давайте-ка посмотрим, кто из подписчиков дальше оставил свой состав. А следующий, ага, вот, Юлия, Юлия Иваненко, вот, попросила состав. Ага, друзья, я пропустил. Баз, Майк, друзья, она еще шрама имела в виду, вот, хотя я не понял, как бы здесь было пять героев, это уже шестой. Ну что ж, друзья, итак, следующий подписчик с ником Лев Игроман попросил прокачать спиральку Беймакса и Радость. Давайте-ка, друзья, мы это и возьмем, еще один состав, и думаю, на это уже будем заканчивать видео. Итак, спиралька Беймакс и Радость. Спиралька Беймакс и Радость. Ну, давайте-ка посмотрим. Итак, что у нас спиралькой? Вот в прошлых сетях она была слабым у нас героем. Вот, ну а сейчас посмотрим. Итак, спиралька, спиралька. Забавная собачка из мультика Игрушки. Итак, в прошлой части я ее докачал, немножко поднял. Вот она, 102 уровня, что по предметам, по значкам не могу прокачать. Ну, а вот по уровню давайте-ка подниму вот на два уровня. Думаю, пока этого будет достаточно. Ну что ж, спиралькой мы разобрались. Давайте-ка я посмотрю, что я могу сделать с Беймаксом и Радостью. Беймакс, Беймакс, это робот Хирохамода. Вот он, 92 уровня. Есть возможность навешать на него один из значков. Ну и еще давайте-ка, друзья, я его прокачаю по уровнях. Поднимем-ка мы его. Вот, до 95 уровня, мне кажется, достаточно. Ну и давайте-ка еще на два. Вот до 98 мне удалось его докачать. Вот, надеюсь, этого пока будет достаточно. И еще займемся Радостью. Радость, Радость, Радость. По-моему, здесь вверху. Да, вот она 90 уровня и давайте-ка я ее тоже подниму где-то уровней на 5. Думаю, так будет достаточно. Вот. Что ж, здорово. Что у нас делали со значками? Да, друзья, есть возможность навешать на нее кучу значков. Вот. И перевести этого героя на новый цвет. И Радость у нас становится оранжевой плюс 2. Ну, просто замечательно. Итак, неплохо я считаю усилие этого героя. Вот, кстати, я не помню, у нее есть мод или нет. Если нету мода, то я еще сейчас попробую навешать мод. Нет, мод у нее есть. Вот, кстати, есть возможность немножко прокачать этот мод. Давайте-ка я его как-то так усилю. Вот. Прокачать нет. Дальше прокачка невозможна. И улучшение тоже невозможно. Ну, что ж. В принципе, друзья, все просьбы подписчиков. Я выполнил. А сейчас давайте-ка еще возьмем один состав. И на сегодня уже на этом закончим видео. Итак, следующим подписчикам, которым написал свой состав, это Юра Валентович. Да. Итак, Юра Валентович попросил состав. Бунзен и Байкер. Стич, Гнев, Мисс Пигги, Кермит и Прокачай их. Ну, друзья, давайте-ка. Так, сейчас я соберу состав, а потом посмотрим. Итак, итак, состав в принципе не сильный, но и не слабый. Как бы средненький. Да, наверное, и все. Опять же, друзья, пойду по элитной главе. Попробуем пройти девятую главу. Вот. Попробуем вот собрать фишки для крольчихи. Крольчихи, вот, из мультика Зверополис. Я попробую сейчас собрать этот состав. Итак, 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 мне нужен Бунзен и Байкер Стич. Байкер, Бунзен и Байкер. А, кстати, Стич я сразу же могли бы активировать. Вот он. Бунзен и Байкер. Бунзен и Байкер. Это два доктора, друзья, кто не помнит. Вот, в принципе, они недавно у меня только появились. В принципе, я и уже прокачивал, но недостаточно хорошо. Вот эти два доктора. Вот только сейчас почему-то один, а когда будет игра, появится и двое. Вот, кроме того, нужен Гнев, Миспиги и Кермет. Гнев, Миспиги и Кермет. Ну, вот, Кермета я нашел. Прошу прощения, не тот. Вот, ищем Миспиги. Миспиги, Миспиги, Миспиги. Где она здесь может быть? Давно что-то не заказывали этого героя. Вот, мне кажется, я ее лучше прокачал, чем Кермета. Ну, пока... А, вот. Вот, Миспиги. И мне осталось только найти Гнева, и команда будет собрана. Да. Итак, сила нашей команды 55905 единиц. Вот, правильно ли я понял? Вот. Ну, и, в принципе, друзья, давайте-ка мы немножко усилим этих героев. Особо я их прокачивать не буду. Вот, если только будет возможность. Итак, давайте-ка начнем с доктора Биндзен... Как они называются, друзья? Все время забываю. Очень необычные названия. Где эти доктора? Вот в самом конце. Вот он. Вот они. Итак, это у нас доктор Биндзен и Хендью и Бикер. Ну, как-то так. Вот. По значкам у них что делается? Да, друзья, есть возможность поднять по значкам героев на фиолетовый плюс один. Вот. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Вот. Герои становятся круче. Герои становятся сильнее. Ну, и в следующих видео можно будет их поставить на более серьезного противника. Что у нас по предметах? Вот. Все нормально. Ну, и давайте-ка, друзья, подниму вот где-то на 2-3 уровня. Как-то так. Отлично. С этим героем мы справились. Что там у нас дальше? Давайте-ка я попробую сейчас, могу ли я прокачать Стича. Что с ним делается? Да, есть возможность навешать на него значок. Вот так. И немножко усилий его на 1 уровень. Вот. Отлично. Опять же, на ней этого хватит. Отлично. И дальше сейчас зайдемемся гнемом, миспиги и кермитом. Итак, гнев, миспиги и кермит. Гнев, миспиги и кермит. И так, и так, и так, и так. Вот гнев. 102 уровня. По значках не могу прокачать, а по уровнях могу поднять на 1 уровень. Отлично. Вот. Ну, как-то так. Супер. И так, ищем миспиги. Вот она, 90 уровня. А вот миспиги я подниму сразу же на 5 уровней, если получится. На 5 не получилось. Удалось поднять на 3 уровня. Кроме того, давайте-ка, друзья, усилить героя по значкам и переведем миспиги на новый цвет. И миспиги становится фиолетовой плюс 3, что, конечно же, круто и здорово. Вот. Отлично. Усиливаем героя. И еще давайте-ка сейчас прокачаем кермита и пойдем уже, наконец-то, в финальную битву. Где наш кермит? Где наш кермит? Где наш кермит? Вот где-то здесь он должен быть. Кермит. Вот он. 96 уровня. Вот есть возможность, опять же, на него навешать какой-то значок. И... Да, да, друзья. Есть возможность, кроме того, кермита перевести на новую звездочку. Он становится двухзвездочным. И... Давайте-ка, друзья, я его еще подниму вот на 2 уровня, чтобы он стал 98 уровня. Что ж, пока, думаю, этого будет достаточно. Вот сила нашего отряда 59 112 единиц. И вперед в битву. Ну что ж, друзья, я считаю, очень неплохо сегодня мы прокачали героев. Вот сражался с составами от подписчиков. К сожалению, по сценарию мы дальше не прошли, потому что команды были слабоваты. Но зато удалось заработать фиши героев. А сейчас давайте-ка попробуем уничтожить эту команду врагов. Итак, вот Рекса и Ральфа нам удалось уничтожить без особых каких-то проблем. Причем Стич накопил энергии и Мисс Пигги. И я сразу же посылаю эти герои в бой. Вот Мисс Пигги вот какими-то боевыми ударами вот выбивает врагов. Стич дальними атаками их выбивает, расстреливает. Отлично. И сейчас, кроме того, еще Гнев тоже накопил энергии. Вот Керми-то посылай в атаку. Он играет на гитаре, создает радугу. Усиливает наш отряд. Стич опять же обстреливает врагов. А вот Доктора вызывает целую кучу клонов. Вот Мисс Пигги продолжает атаковать. Добивает Теневого Мистера Исключительного. Ну и вот, друзья, вот окончательная победа над остатками вражеских героев. Просто-просто замечательно. Ну что ж, друзья. Итак, хорошая победа, хороший бой. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, свои команды. Опять же, кого из героев прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok